Всем привет! Так хотел я рассказать про мошенников, которые пытаются развести его по-немецки. Как видите, на немецкий номер, который мало кому известен, я его использую для всяких официальных служб, где необходимо указывать именно немецкий местный номер. На телефон пришла вот такого рода смс, якобы от транспортной компании, в которой написано, что ваша посылка задержана на таможне. В общем, нужно оплатить 3,50 евро, чтобы посылка типа поехала ко мне. И ссылка на сайт транспортной компании, всемирно известной американской УПС. Я уже нажимал, сейчас она у меня открыта в соседнем окне. В общем, при переходе на эту ссылку, открывается некий сайт, где нужно пройти верификацию, что я не робот. Вот один и тот же слон тут все время, то есть, мне кажется, что-то это левое, вот, то есть, в свое время слон тут у них. То есть, ничего умнее они не придумали. Вот, а дальше, дальше, сейчас вы все увидите. Дальше вот он показывает какой-то трек номер, мы его скопируем в буфер обмена, чтобы потом я показал, что дальше с ним можно произвести. Ну и вот, и по треку этому как бы отследить, причем этот трек, откуда берется, я не понимаю, ссылки его нигде как бы нету, в смске не было, то есть, он как-то нарисовался случайным образом. Мы нажимаем на кнопочку трек, и тут хопа, то есть, наша посылка прервана, и сейчас находится на сортировочном центре. Чтобы она как можно быстрее была к нам, короче, доставлена, нужно заплатить пол евро, и кнопочка Pay. Ну и тут же, типа, там, в случае оплаты, тра-та-та, мы ее доставим вам как можно быстрее. О, а тут уже начал хром, короче, предупреждать, как вы видите, о мангловый сайт. Ну, очевидно, дальше что будет, как бы, дальше будут, как бы, запрашивать реквизиты ваши, ваши банковские кредитки, то есть, какие-то платежные реквизиты, завладев которыми будет легко, легко, короче, снять с вашего счета деньги. Ну, в общем, а что с номером? А с номером мы делаем вот следующее. Заходим в Google, и тут вот ищем УПС, то есть, эту транспортную компанию. Вот, заходим на ее официальный сайт, где можно отследить по трек-номеру, по трек-номеру отследить. Сейчас, где-то тут, вот, отслеживание посылки. Номер, вводим номер. Вот, отслеживание. Ну, и, как бы, естественный результат, что ваша посылка не найдена. Вот. То есть, мы пытались, но не смогли найти. Так, вы все поняли, то есть, номер нереальный, сайт нереальный, смс-ка приходит с ссылкой на сайт, где пытаются ваши деньги снять. Так что, имейте в виду, особенно беженцы, которые ничего не понимают, что вокруг, как бы, происходит, куда и за что, как бы, кто платит. Ну, скажу честно, я, как бы, заказывал ни одну посылку в интернете, на ebay, там, на али, на амазоне пробовал. То есть, этот, как бы, номер мог светиться еще где-то на сайтах, вот, где заказывал. Ну, как бы, видимо, уже, как бы, попал в руки мошенников, и теперь я, как бы, в их поле зрения, как бы, буду получать, вот, подобного рода смс-ки, через которые они будут, как бы, выдуривать мои, это мои банковские реквизиты. Так что, имейте в виду, проверяйте всегда, кому, за что вы платите и зачем, вот, если сомневаетесь лучше, не платите и не вводите ни в коем случае нигде свои, свои банковские, как бы, это реквизиты, если вы сомневаетесь, что это оригинальный сайт, что это именно сайт, которому можно доверять, вот, что это платежная система, которой можно доверять. Вот, как бы, на этом и, как бы, построена вся эта, вся эта система выдуривания денег мошенниками, чтобы завладеть, как бы, вашими банковскими реквизитами и совершить за вас, там, какую-то покупку, там, оплату в интернете. Ну, вот, с помощью этих, как бы, реквизитов, где не требуется подтверждение ничего, ну, как бы, это с вашей стороны. Ну, а зачастую, как бы, нужно дать лишь, как бы, реквизиты и, как бы, деньги уходят в пользу компании, у которой вы там что-то заказываете. То есть, как бы, позже, конечно, можно, если вы не согласны с этим платежом, то обратиться в банк и начать, там, те-те-те-те-те-те-те по разбирательству, но уж понимаете, сколько это может вообще, как бы, времени занять. Вот, поэтому лучше, как бы, не попадаться, не раскидываться реквизитами. Подписывайтесь на наш канал, будем еще снимать все, что считать, как бы, буду интересным. До скорых встреч! Слава Украине! Мы победим!